2017 год – юбилейный для Кубани. В сентябре наш край отметит 80-летие со дня образования и 225-летие освоения казаками кубанских земель. В преддверии этих памятных дат в Славянске-на-Кубани была высажена Аллея Славы. С подробностями мои коллеги. Несмотря на дождь и холодную погоду, около спортивного комплекса «Олимпийц» многолюдно. Представители власти, почётные жители, молодёжь собрались здесь, чтобы стать участниками важного для нашего города события – создания Аллеи Славы. Для меня большая честь присутствовать на создании Аллеи почётных граждан. В городе Славянске-на-Кубани, Славянском районе во все времена трудились люди, которые несли особый вклад в развитие нашего города и нашего района. Много славных традиций, много славных побед, подвигов, трудовых подвигов совершалось на нашей земле для того, чтобы сегодня город и наш район процветали, были цветущие, уютные, комфортные для проживания нашей жизни. Место высадки деревьев выбрано не случайно. В прошлом году в рамках акции «Лес Победы» славянские ветераны уже посадили около комплекса «Олимпийц» 15 именных деревьев. Теперь к ним добавилось ещё 11 лип и кленов. К каждому дереву присвоено имя того, кто его посадил. Одним из тех, кого славянцы будут вспоминать, прогуливаясь по тенистой аллее, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Данилович Шишацкий. Что я хочу? Надо это не только это, а больше оставить поколению памяти, что мы были, чтобы они такие были бодрые, сильные, весёлые и защищали своё отечество. Кроме Анатолия Даниловича Шишацкого, в «Аллее славы» деревья высадили такие почётные граждане города, как Георгий Акопов, Виктор Латоха, Михаил Ковалёв, Анатолий Сокол, Николай Бурлака, Александр Пудовинников, Виталий Соленов, Элеонора Григоренко, Сергей Александр Грипичи. Многие из них – номинанты краевой акции «Имя Кубани». Выполнить почётную миссию им с радостью помогали волонтёры. Это помогает поколению будущему, точнее нынешнему, чтить память о том, что сотворили наши деды и прадеды. Они спустя 80 лет, сегодня у нас годовщина 80-летия образования Краснодарского края, создали вот такой замечательный край с его богатейшими землями, с его огромной наследственностью, которая передаётся нам из поколения в поколение. Мы будем чтить и помнить, передавать своим детям, а наши дети уже своим внукам, возможно, я надеюсь, о том, какие были наши великие деды. Кубань славится именами людей, собственным примером жизни, доказавших преданность родине. Многие из них не обладают публичной известностью, но своим беззаветным трудом они сделали наш регион богатым, благодатным краем. А прошедшая акция – замечательный повод, чтобы отметить наших соотечественников. Надежда Калинина, Георгий Калинин, программа «События».